всем привет друзья как уже говорил в своем прошлом видео планирую весной начать строительство своего двухэтажного дома из малоизвестного строительного материала под названием полистирол бетон поэтому сейчас я пришел в свою маленькую мастерскую для того чтобы сегодня и сегодняшнего дня провести целую серию всевозможных тестов этого материала кто-то добавляет песок полистирол бетон кто-то не добавляет кто-то вместо sdo использует жидкое мыло кто-то добавляет фибру в состав кто-то не добавляет в общем я хочу все эти компоненты проверить все что нужно оставить все что не нужно исключить из списка я сделал четыре вот таких вот формочки 30 на 60 и 20 сантиметров в высоту первые два блока с песком и без песка буду замешивать в пропорции один к четырем то есть один цемента и 4 пенопласта пенопластовых гранул гранул либо шариков кто как называет добавлять воду уже буду смотреть на консистенцию которая будет получаться поэтому не знаю сколько пойдет воды и в блок с песком ведро песка песок вознесенский чистый без глины это пожалуй самый спорный вопрос по поводу добавления песка в полистирол бетон потому что на заводах песок не добавляется но очень во многих местах я видел где самостройщики добавляют песок мотивируя это тем что блок из полистирол бетона становится крепче вот сегодня и проверю так ли это на самом деле так ну закончились теории приступим к практике сейчас на базарах лучше не покупать цемент на базарах большая влажность мало ли сколько он там хранится и как он хранится хотел заехать в эпицентр купить 500 марки но во всем эпицентре 500 марки не оказалось вообще никакого производителя поэтому купил 400 в одессе сейчас зима холодно и мастерская у меня не отапливаемая мастерская у меня всего лишь из ойсб листов состоит что сверху что по бокам поэтому сразу после замеса блоков я буду нести их домой чтобы они при комнатной температуре правильно застывали вот такая консистенция получилось первый опыт поэтому воду потом посчитаю сколько нужно на замес замешивать много не вижу смысла потому что замешать только нужно один блок с песком и один блок без песка как раз этого замеса хватило ровно на формочку то есть на один блок 60 на 30 на 20 ровно такой же как хватает газобетонный блок для того чтобы потом легче было сравнивать сейчас только верхушку подровняю и можно нанести домой чтобы застывало а после застывания вы уже через пару минут увидите как этот блок уже будет застывший и будем его испытывать а а а а а а а а а и многие писали что в такой бетономешалки сложно замешать полистирол бетон Но часто особых проблем не вижу Может то, что объем маленький Но в будущем посмотрим И вот это уже смесь С песком Особо она Ничем не отличается Вроде как чуть-чуть тяжелее За счет песка Наливаем в форму Так, ну вроде все Получилось немного больше Смеси Наверное за счет песка Еще чуть осталось Прошлая формочка Пошла четко Весь замес Здесь чуть больше Итак, оба эти блока Уходят домой сохнуть А вы через пару минут Увидите уже их застывшими Так, сегодня у нас Сегодня у нас 26 декабря, воскресенье Примерно недельку дам им Наверное высохнуть В принципе цемент застывает Полностью марочную прочность Набирает где-то примерно За 28 дней Но в любом случае За неделю он наберет Процентов 80 прочности Это стабильно Ну и в любом случае Оба эти блока Что с песком Что без песка Будут в равных условиях Поэтому по неделе Я им дам застынуть Так, ну что друзья Прошла неделька Блоки застыли Сегодня у нас 3 января Всех с новым годом Вот Недельку застыли Итак, все 4 блока Вам показываю Эти 2 блока Уйдут в сравнение В видео про СДО и Ферри А эти 2 Без песка И с песком Сегодня будем разбирать Чисто для того Чтобы сравнить внешне Насколько отличается По структуре Эти 2 блока С добавкой СДО и Ферри Особой разницы Внешне нету Будем смотреть на них Уже В процессе Разрушения А вот эти 2 блока Этот без песка Этот с песком Этот вообще блок Я вот тут поковырял Ну просто Шарики все разваливаются В общем Будем разбирать Будем смотреть Сразу подписал блоки Сверху Чтобы потом Не перепутать После того Как разберу Хотя чисто По внешнему виду Их сложно перепутать Ну эти 2 похожие Ферри и СДО А вот это вот Конечно сложно Перепутать С песком И без песка Вот такую картину Мы имеем После разборки Опалубки Блока Без песка Чисто на цементе Это капец Друзья Это труба Сейчас посмотрим Что с песком Но это конечно Не строительный материал Так ну первый вердикт После разборки Из опалубки Что блок с песком Что блок без песка На чистом цементе Это я все таки Наверное Неправильный блок Потому что Что здесь Структура Очень пористая Что здесь Для сравнения Блок С ферри И снизу Блок с СДО Имеет Совсем другую Структуру Шарики пенопласта Выглядывают Но в целом Это блок Я его пальцем Продавить Практически Практически Не могу Там где Шарики Таня Вот тут Тоже Вот Давлю Со всей силы А теперь Здесь Вот И это Блок с песком Получается Очень Такая Неправильная Структура Даже Блок с песком Который Крепче Здесь Вообще Я молчу Вот Что творится С блоком Без песка Я так думаю Сейчас В принципе Могу Вот так Ковырять Я могу Весь палец Засунуть В этот Блок Вот Поэтому Без добавок Полистирол Бетонные Блоки Нельзя Использовать В строительстве Так Но тем не менее Нужно провести Какой-то Сравнительный Тест Поэтому Давайте Первым Делом Взвесим Оба Эти Блока 26 Кг 26 Кг С песком Без песка Конечно Будет Намного Легче 14 Кг 14,5 На 12 Кг Блок С песком Тяжелее Чем Блок Без песка Теперь Хочу Отпилить По кусочку От обоих Блоков Чтобы Посмотреть Расположение Гранул Цемента Там Все Такое Блоков 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 Это труба, а не блок Ну примерно раз, наверное, в 10 я его быстрее пробелил Чем блок с песком Вот такая картина Это блок с песком Внутри он плотный Я его внутри не могу Проковырять пальцем А здесь Ну смотрите сами Палец сломаем Давайте для полноты эксперимента попробуем перевернуть оба блока Может быть сверху цемента мало осталось Может он стек вниз в этом блоке Ну и может быть в этом Поэтому переверну обратно и постараюсь его, допустим, побить с обратной стороны С этой стороны блок без песка выглядит немножко симпатичнее, чем с той стороны Все-таки, скорее всего, без какого-то связующего элемента в составе Цемент стекает вниз Хотя я совсем не жидким раствор замешивал И это была одинаковая консистенция, что для этого, что для этого Но просто с песком, скорее всего, больше плотность получается у раствора Все равно, как бы переворачивать, не переворачивать Но одинаково ударов И с песком, конечно, ямка получается намного меньше, чем без песка Возможно, друзья, в будущем я сделаю еще один тест Замешаю блок без песка из полистирол-бетона Но с добавлением СДО-добавки Потому что, ну, все-таки, совсем не получился у меня блок Конечно, условия были равные И заставали одинаково, и цемента была одинаково добавлена Но все-таки блоки без добавления СДО-добавки Либо жидкого мыла Получается совсем не строительным материалом Ну, а на сегодня видео, я думаю, можно заканчивать Я по этому тесту однозначно понял, что Я буду оставлять песок в составе полистирол-бетона Потому что песок добавляет большой прочности блоком И все остальные мои тесты будут в составе полистирол-бетона иметь песок И какие-то еще компоненты, нужные, ненужные Будем смотреть уже в будущих видео А на сегодня большое спасибо за просмотр Надеюсь, было видео полезным Спасибо за просмотр, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok